Русская девочка Вики 6 лет В канун Лига вместе с мамой она пришла на рижский рынок Вике обещали купить венок, надеть который предполагает традиция латышского праздника Июнь – любимый месяц Вики Лига – это самый лучший год У меня даже летом день рождения Сегодня я иду на набережную и буду брать венок Полтора года Вика ходила в латышский садик, где у нее была любимая воспитательница, которую она с теплом вспоминает Вика все понимает по-латышски и может ответить, подобрав слова Говоря на родном, Вика бывает пропускает предлоги или не точно употребляет слова Она прекрасно декламирует стихи на русском, которые ей помогает разучивать мама Но в обычной речи, особенно если волнуется, может употребить слово противоположное по смыслу Это латышский национальный праздник Тут все дружно собираются, поют, танцуют и дружат На язык многих русских, живущих в Латвии, повлиял латышский На порядок слов, интонацию, употребление терминов чувствуются языковые кальки Точно так же русицизмы присутствуют в речи многих латышей Даже тех, кто русский знает плохо Такая ситуация объяснима и естественна Латышей в Латвии почти две трети Русскоязычная община более трети жителей Мама Вики, Валерия, при каждом удобном случае знакомит дочку с новыми латышскими словами Нет никакого сомнения, что с возрастом Вика будет на хорошем уровне знать государственный язык Будет знать традиции и культуру латышей В том числе традиции праздника Лига, который принято отмечать на природе Я помню, мы ездили в деревню, отдыхали Мы через костер прыгали, мы танцевали, мы веселились У нас компания была русско-латышская Мы дружно все сидели, отдыхали Очень весело всю ночь, встречали рассвет Как-то очень хорошее, очень приятное воспоминание Знание языка и традиции другого народа, которые ты уважаешь и возможно даже любишь, это одно Желание, чтобы твои дети сохранили твою национальность, культуру и ценности, это иное И одно другому совершенно не противоречит Кроме того, Валерия считает, что учась в школе на родном русском, ее дочь лучше освоит предметы Поэтому и пошла на шествие и митинг, где несла транспарант с надписью «Латвия – моя страна, русский – мой язык» В ноябре 2017 года министр образования и науки Карлес Шадурскес объявил о необходимости перевести обучение в русских школах полностью на латышский В марте нынешнего Сейн принял соответствующие поправки к законам Если ничего не изменится, в 2019-м фактически будет ликвидировано школьное образование на русском языке С осени прошлого года в Риге и других городах Латвии проходят массовые акции протеста, организованные воссозданным штабом защиты русских школ На заседании штаба по понедельникам люди разных возрастов и занятий собираются, чтобы обсудить дальнейшие действия Собираются для того, чтобы организовать акции давления на сейме правительства, которое, конечно же, предпочло бы, чтобы латышизация русских школ происходила без скандалов Как я понимаю, заявка на марш подана 2018-й – год столетия Латвийской Республики Десятки миллионов евро выделены на праздничные мероприятия, в том числе на формирование позитивного образа Латвии В штабе защиты русских школ массовыми акциями рассчитывают не только продемонстрировать власти несогласия с ее решениями, но и привлечь внимание к проблеме в Евросоюзе Первый штаб защиты русских школ начал работать 15 лет назад и сегодня возродился вновь, потому что «Черный Карлес» вернулся Имя Карлеса Шадурскеса, который 15 лет назад также был министром образования, стало нарицательным А клип «Черный Карлес» – гимном протестной волны 2003-2004 годов против так называемой школьной реформы Автором видеоряда, где музыка легендарной группы «Пинг Флойд» сплелась с «Черным вороном» из русской народной песни, был оператор Виктор Горобец Лицом клипа стал учитель русского языка и литературы престижной иеристской школы Владислав Рафальский Чтобы в кадре он выглядел позлее, оператор-постановщик попросил учителя сбрить усы Хэй, Карлес, русское что ли быть? Только так мы сможем свой язык сохранить Только так мы сможем свой язык сохранить Массовые протесты в защиту русских школ начались после того, как люди осознали, что скоро вступит в силу продавленный националистами еще в 1998 году закон В соответствии с ним, все обучение в русских школах с 2004 года планировалось стопроцентно перевести на государственный латышский Старшеклассники на себе уже ощутили попытки его введения Когда всем стало ясно, что закон не неудачная шутка Что по детям, родителям и по учителям русских школ готовится удар Поднялась волна протестов Начались собрания родителей, пикеты, сборы подписей, массовые митинги, обращения в международные институции Через некоторое время, учитывая накал страстей Правительство предложило парламенту принять компромиссный вариант соотношения языков обучения 60% на латышском, 40% на русском Соотношение было чисто политическим, взятым с потолка В феврале 2004 года активисты штаба и депутаты партии Запчел За права человека в единой Латвии повели к президентскому дворцу колонны школьников Протестующие требовали у президента не провозглашать принятый парламентом закон Многотысячное шествие и митинг, как и другие акции, прошли бурно, но без инцидентов Не было попорчено ни одной машины, не разбита ни одна витрина, физически никто не пострадал Соотношение 60 на 40, как и 100% на латышском, протестующих не устраивало Но президент закон подписала Реально выполнить его во всех русских школах не представлялось возможным в принципе На нарушения смотрели сквозь пальцы На 13 лет воцарилась некая равновесие, некая видимость консенсуса В результате которого русские школы постепенно переходили на билингвальную модель обучения Новая инициатива Шадурскеса эта равновесие нарушила Вы участвуете в акции, которая может считаться антилатвийской Вы против латышского языка? Ну нет, конечно Тут вообще речь не идет в этой же реформе о латышском языке Речь идет об образовании на латышском языке То есть уже сейчас, по данным же статистике нашего правительства Большинство, если не 100% выпускников русских школ Владеют латышским языком в достаточной степени Чтобы сдавать экзамен наравне с латышами Таковой это язык родной То есть дальше уже в этом смысле некуда идти Здесь вопрос только о том, что дети должны иметь право учиться на родном языке Кроме изучения латышского языка Чтобы не учить математику, физику и английский на латышском языке То есть здесь речь идет о том, чтобы дети получили лучшее образование А вовсе не о знании латышского языка как такового Черный Карлис вернулся Но теперь обстановка в стране отличается от той, что была 15 лет назад В законе об образовании появилась статья о лояльности педагогов Учитель может потерять работу, например, из-за того, что лайкнул на фейсбуке неподходящий пост Активист штаба защиты русских школ профессор Александр Гапоненко Четыре месяца провел в следственном изоляторе На него нашлось целых три уголовных статьи Только когда мы едины, мы непобедимы Людей, знающих русский язык, стало меньше, а нетерпимости больше Я к этому мероприятию отношусь отрицательно Латышский народ что у вас отнял? Вы все время брали, брали, брали Вы все время получали, кончайте И вы еще чего-то требуете? 30 лет прожили и больше Вы не можете выучить латышский язык? Почему, уезжая в Англию, в Данию, во Францию, вы за полгода выучиваете местный язык? Почему здесь не так? Потому что вы считаете, что это ваша оккупированная территория? Только поэтому Но они говорят, что они знают латышский язык Если бы они знали латышский язык, они бы тоже поняли, что дети должны учиться на латышском языке И только обучаясь на латышском языке, у вас, у ваших детей, есть будущее в Европе Потому что вы живете на территории Европы Просто они хотят сохранить свою русскую идентичность Да, я тоже поляк Я тоже участвую в мероприятиях польского меньшинства Но я не навязываю, чтобы на моем языке говорила вся Латвия У меня комментарий Когда я кому-то говорю что-то по-латышски, а он по-русски Не хочет или не умеет по-латышски говорить То я должен переходить на его язык Они привыкли к этому И здесь они ходят с плакатом, на котором написано Нет ассимиляции Значит, с их языком нам надо ассимилироваться Вообще-то сегодня в Латвии нередки ситуации, когда русский с русским общаются по-латышски Например, покупатель с продавцом в магазине Латышский государственный укрепляется Сфера употребления русского языка продолжает сокращаться Но сторонникам латышской Латвии, Латвии для латышей, этого недостаточно Латвия никогда не была для латышей Здесь проживали представители самых разных национальных культурных групп И жили они в атмосфере сотрудничества, творческого взаимодействия Именно поэтому Латвия была тогда такой богатой Когда она была полинациональной, а не когда возобладала тенденцией на строительство мононационального государства Александр Филей, филолог, преподает русский язык и литературу в вечерней школе Координатор тотального диктанта в Риге и в Латвии В недалеком будущем намерен получить также диплом магистра германо-романской филологии В летние месяцы загружен до Нельзя как экскурсовод Специализируется на французских и испанских туристических группах Сегодня у него экскурсия не в Риге, а в 80 километрах от нее В Рундальском дворце Летние резиденции Эрнста и Агана Берона Фаворита русской императрицы Анны Иоанновны Многие российские туристы, особенно те, кто помоложе Тем, кому около 30 или за 30 Считают удивительным тот факт, что здесь звучит русская речь на улицах И что вот приходят, допустим, на центральный рынок Или куда-то вот в общественное место А там практически все говорят на русском языке То есть отсутствует вот эта культурно-историческая связь Прошло 25-30 лет И вот наблюдается вот такой вот как бы идеологический ментальный разрыв Попадаются, конечно, люди очень умные, знающие В основном представители современной российской интеллигенции Которые слышали и о завоеваниях Петра И об эпохе Екатерины II И даже о младо-латышах Имена младо-латышей, с которыми связано Национальное пробуждение латышского народа Носят улицы в центре Риги Это поэт и языковед Юрис Алунанс Придумавший около 500 новых латышских слов Рядом автор латышского эпоса «Лачплесис» Андрейс Пумпурс Участвовавший добровольцем в русско-турецкой войне в Сербии Позже служил в чине штабс-капитана российской армии Одна из главных улиц Риги носит имя Крищана Валдемара Духовный лидер движения младо-латышей Сделал карьеру в Санкт-Петербурге Работал чиновником в Имперском министерстве финансов Валдемарс был цензором и редактором газеты На латышском языке «Петербургас Авизес» Он начал писать статьи о том, что латыши нуждаются В своем культурном возрождении В интеллектуальном обогащении Он начал создавать библиотеки для латышей Стремился к тому, чтобы латыши и его соплеменники Были максимально образованы В Санкт-Петербурге он стал членом Российского географического общества Его заметили видные российские чиновники И он получил официальную поддержку Со стороны императорской династии Романова Со времен Петра I и до XIX века В Лифляндии и Курляндии почти всем управляли Остзейцы – балтийские немцы И латыши, стремясь занять положение в обществе Вынуждены были онемечиваться Если же они получали образование в Петербурге и в Москве То, поднимаясь по социальной лестнице Сохраняли национальное самосознание Приверженность своим латышским корням Практически все младые латыши, помимо Валдемара Они состоялись именно благодаря активной поддержке Со стороны русской творческой интеллигенции Они все были имперски настроенными И именно они заложили основу для латышской национальной культуры В 70-е годы XIX столетия появились первые латышские общества Возник латышский театр Сформировался канон латышской литературы Именно тогда сформировались каноны латышской скульптуры Латышской архитектуры И в том числе латышского музыкального искусства Можно долго выяснять, кто где жил Кого упоминали в исторических хрониках Где, на каких языках говорили Но кого в контексте актуальной политики Интересуют давние и не столь давние времена Сегодня в социальных сетях При обсуждении языкового вопроса Выражение из серии Чемодан, вокзал, Россия На фоне иных высказываний Выглядит вполне даже политкорректным Дмитрий Шандыбин окончил теологический факультет Латвийского университета Специалист по религиозным сектам Иногда оказывает помощь тем Кто хочет порвать с тоталитарной организацией Освободиться от зависимости Но самостоятельно сделать это не способен Работает с семьями, у которых в беду попал родственник Я происхожу из рода латгальских старобрядцев Моя сестра некоторое время назад Проводила генеалогическое исследование То есть рассматривала историю наших корней Наших родственников И самый мой первый предок, которого удалось найти Жил на этой территории в 1738 году Есть записи в приходских книгах о его присутствии здесь То есть, естественно, это были латгальские старобрядцы Бежавшие от преследований в России И, собственно говоря, с тех пор никто Кроме как в Латвии не рождался То есть, ну, 12 поколений моих предков родились в Латвии Дмитрий пришел в штаб защиты русских школ Поскольку видит вред, который наносится школьникам Учась в русской школе Сам успел застать начало введения билингвального образования Некоторое время назад Дмитрий провел исследования Среди русскоязычных учеников Он задавал им одни и те же вопросы Из разных областей знаний Истории, культуры, естественных наук, математики Знания детей, учившихся по билингвальной модели Оказались существенно ниже Чем у их сверстников, обучавшихся на родном языке Наше правительство проводит политику ассимиляции наших детей Эта самая ассимиляция, она не идет на пользу детям Калечится психика, калечится судьбы, калечится будущее Если ребенок учит несколько языков в семье Или, скажем, как дополнительное образование Это, естественно, бонус Но когда он получает основное образование На неродном, плохо известном ему языке Или даже хорошо известном, но все равно на неродном То это существенно влияет на его социальное положение после Невозможно освоить и так достаточно сложные предметы На неродном языке Соответственно, может быть, языкич такой ребенок знать и будет Но школьную программу нет Черный Карлес вернулся У него теперь больше активных единомышленников Уже три года на одном из латвийских порталов общественных инициатив Висит призыв к правительству остановить пятую колонну Создавать особые зоны Читай гетто или концлагеря Куда в случае конфликта с Россией Можно было бы поместить неграждан и проживающих в Латвии россиян В прошлом году депутат Сейма Эдвен Шнора Сравнил в газетной статье русских с овшами Карлес, выходи в носке Мы хотим учиться на родном языке Совсем недавно интеллектуал, путешественник и писатель-фантаз Дидзи Седленекс На своей странице в Фейсбуке назвал русских русскоязычных Тех, кого отнес к категории Homo Sovieticus Генетическим отклонением от общечеловеческих ценностей В этих действиях и высказываниях полиция безопасности состава преступления не усмотрела А вот по итогам Силатвийского родительского собрания, которое состоялось в последний день марта, уголовный процесс возбудил Мы должны противопоставить свою волю, свою убежденность, свои силы тому, что происходит с нами А происходит в стране лингвистический геноцид На собрании, в котором участвовало около 900 человек, приводились аргументы и доказательства того, что школьное обучение нельзя полностью переводить на латышский Звучали и политические заявления Полиция безопасности, членов штаба защиты русских школ, стала не только вызывать на допросы, но и задерживать У меня младшая дочка учится в детском саду, в русском детском саду по билингвальной программе До этой реформы все садики, все мероприятия, праздники проводились на двух языках Как на русском, так и на латышском С этой реформой, без объявления войны, у нас все праздники, мероприятия исключительно на латышском языке Мы, русскоязычные жители Латвии, столкнулись с неприкрытым хамством со стороны нашего правительства В виде школьной реформы и в виде полного игнорирования наших интересов Я считаю, что когда родной язык третьего населения страны имеет стратус вообще иностранного языка Эта ситуация абсурдна Мы не иностранцы Мы не иностранцы и мы не собираемся ими становиться Евгению Крюкову хотели вызвать в полицию безопасности на допрос без повестки После того, как она потребовала пригласить ее официально На место работы для задержания многодетной матери прибыли силовики, перекрыв все входы и выходы Я потребовала соблюдения каких-то цивилизованных норм Они пошли на принцип «нет, мы вас и так задержим» Но на тот момент я как раз еще и разболелась И на работе мне не оказалось Они попытались задержать, но задержать того, кого нет, у них не получилось В итоге повестку Евгении все-таки вручили и на допрос она съездила Уголовный процесс продолжается Дополнительно к имеющимся двум высшим образованиям Евгения осваивает профессию физиотерапевта Следующей весной – защита диплома Заочно обучается еще и по программе Международной федерации апитерапии Может и пчелиным ядом полечить И мед дома всегда есть Вот, посмотрите, какая здесь тусовка Хоть и дождь, да? Возьмем одну девочку, поймаем Давай Так, раз Вот так, моя красавица Все, пойдемте Вот она, наша заложница Своих дочек Веронику, Алису и Машу приучают к труду В том числе на своем огороде Прошлым летом тут аж 8 арбузов вырастили Ну и дыню заодно Как и многие жители Даугавпилса, Евгения уехала в Европы Почти 7 лет прожила в Шотландии Изначально я поехала туда учиться Я закончила там магистратуру, финансовый менеджмент Потом работала в нескольких компаниях Одна из них крупнейшая бурильная нефтяная компания Ну и, соответственно, декреты, детки Так, 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 годы и прилетели Потом решили уже вернуться, что пора уже домой На чужбине оставаться не планировали Евгения, которая сама перед 9 классом была вынуждена за лето освоить латышский до уровня, чтобы на нем можно было учиться, убеждена В школе ее дети должны учиться на родном Я видела, как это все происходит у моих друзей То есть ребенок идет в садик в англоязычный И все, у него языком общения становится английский То есть он приходит домой, он не может сразу перестроиться И дети, которые в этой среде выросшие 14-16 годам, они уже по-русски говорили очень плохо Я сама с такими детьми пыталась общаться, разговаривать То есть они окончание уже неправильно ставят И падежи не умеют использовать То есть я не хотела, чтобы родной язык ушел на такой уровень чисто бытового общения Все-таки я считаю важным то, что ребенок на своем языке должен учиться Именно гармонично развиваться на родном языке Причиной более скорого возвращения в родной Даугавпилс стали дочери А тут опять школьная реформа Эту страну довела до такого состояния, это банда, которая находится у власти И привел их к власти, привели их к власти люди, которые считают свою кость белее и свою кровь краснее, чем у других наций У меня вопрос, при чем тут наши русские дети Я буду бороться Я считаю, что русские полноправные граждане Латвии И они должны иметь точно такие же права, как и латыши Права на образование на своем языке В латвийском Семе сложилась традиция В канун праздника Лига, Яного дня, здесь честуют янисов депутатов и депутатов Лиг Янисом полагаются дубовые венки Угощают пивом, предлагают закусывать сыром Сегодня центральное лицо здесь Председатель Сейма Инара Мурнице Бывшая журналистка, совершившая головокружительную политическую карьеру Стала вторым после президента лицом государства В своем твиттере Мурнице обозначает себя так Латышка – патриотка Латвии В ее речах постоянно слышны слова про российскую угрозу Про латышский народ, который этой угрозе должен противостоять В последний рабочий день перед парламентскими каникулами Сейм огорошил частные вузы поправками к закону о высшем образовании Они ставят крест на русских потоках На которых в этом году учатся около 7,5 тысяч студентов Учеба в Латвии более не понадобится молодежи из стран СНГ Вытеснение русского языка из частных вузов Удар по экспорту образования составит, по оценкам экспертов, ущерб, равный сотням миллионов евро Об этом шла речь на конференции в Балтийской международной академии Латвия всегда славилась этим высоким уровнем образования И очень странно, что именно стали мы рубить сук, на котором мы сидим Это колоссальный ущерб экономике Латвии Это колоссальный удар по престижу Латвии Можно ли доверять Латвии стране, которая так легко меняет кардинальный закон Кардинальный закон, который меняет всю картину образования Латвия теряет зарубежных студентов и, соответственно, большие деньги А латвийские студенты, которые захотят учиться на русском в России Видимо, должны будут учитывать мнение руководителя полиции безопасности Нормунд Межвец как-то изложил его телепередачи «Ничего личного» Прежде всего надо понимать, что нам всем следует признать, что Россия не является демократической страной И следует понимать, что это официальная российская идеология Это империализм, это шовинизм Весь этот набор бредовых фантазий про русский мир Этот дискурс влияет и на академическую среду Частные вузы намерены бороться Надежда есть, так как в отличие от школьного образования Которое регулируется национальным законодательством На бизнес в ЕС распространяются иные правила Как ни старается сейчас Огонь любви смертелен На стихомарше в Вермантском парке Риги В 125-ю годовщину со дня рождения Владимира Маяковского Алда Голде читала женские стихи Решила разбавить мужское начало революционного поэта Современной женской поэзии Свет тот есть мудрость и любовь Про стихомарш она узнала на заседании штаба защиты русских школ Сюда пришла благодаря своей русской подруге Матери школьника, который учился по билингвальной программе 60 на 40 Это дети, и нельзя делить, что это русский ребенок или латышский ребенок А ситуация в настоящее время такова, что надо встать на защиту Надо высказать свое мнение Надо сделать все, что сможем, чтобы защитить этих детей Потому что, честно говоря, это поколение, которое получило это билингвальное образование По их душам потоптались Алда считает, что против предстоящего полного перевода Школно-государственной латышки Необходимо объединиться всем, кто говорит на русском языке И к ним должны присоединиться латыши Она прекрасно помнит, как и чему учили во времена Которые сегодня официально называются оккупацией Временем советской русификации В мое время, когда учился я Невозможно было представить ситуацию, когда в латышской школе Латышского ребенка, латышский учитель чему-то учил на неродном языке Нет, такой бредятины не было Я отлично помню Нас очень хорошо учили русскому языку Но это же было так классно Это же язык, это твое приобретение Да, английскому языку нас в школе учили, прямо скажем, плохо Тогда, когда училась уже в техникуме работников культуры Там уже английскому научили так, что чуть ли не думаешь по-английски Языки надо знать Но химию, физику, математику Должны быть очень тяжелые жизненные обстоятельства Которые вынуждают жить семью за границей Там ребенку приходится учиться на неродном языке Не нужно учиться на других языках Особенно в детском саду Маленьким нет, точно нет Я с этим совершенно не согласна И я думаю, что многие это осознают Только молчат Человек, златоуст латышской словесности На стихомарше депутат Европарламента Андрей Мамыкин Читал стихи на русском, латышском и украинском пушкина Не народ против народа, а все вместе против тьмы У меня была возможность даже пообедать с президентом Европейской комиссии И вот, наверное, я впервые говорю об этом факте Он меня напрямую спросил, говорит, а где массовые протесты в защите русских школ? Письма, все хорошо, да, вы стараетесь, работаете У вас есть там политики, которые защищают образование на языках национальных меньшинств, на русском в частности Ну где многотысячные? Он прямо спросил, говорит, покажите 100 тысяч человек по всем европейским телеканалам И будет совершенно другое отношение в политической атмосфере И тут я должен просто в очередной раз обратиться к каждому неравнодушному гражданину или негражданину Выходите на улицы Выпускной девятого класса в Пурстенской средней школе Риги Здесь соблюдают законы, языковую процентовку, выполняют учебный план в соответствии с инструкциями и установлениями министерства При этом стараются дать школьникам все необходимые знания На всех официальных мероприятиях из уст официальных лиц звучит только государственный язык В отличие от многих своих сверстников, выпускников латышских школ, не знающих русского Все они в достаточной степени знают государственный Диплом есть и есть Пойду поступить в техникум А на кого? На инженер электромеханика Ну так как я латышский экзамен знал хорошо, я думаю все будет нормально Моя мама знает латышский язык перфектно, а папа знает чуть хуже меня Для меня честь быть русской, я считаю, что я этим горжусь И мне русский язык в дальнейшем будет более даже родной и важен, чем латышский Если раньше латышизацию русских школ Шадурскиц прикрывал словами о том, что знание государственного языка в будущем повысит конкурентоспособность русских школьников на рынке труда То теперь цели не скрывает Нам нужна политическая нация, которая живет в одном информационном пространстве, которая учится по одним книгам, которая празднует одни праздники И у которых общие ценности, общее понимание нашего государства, лояльность и патриотизм А понимание патриотизма у каждого свое Карлис Шадурскиц вряд ли придет к памятнику освободителям Риги 9 мая А русских школьников сложно будет заметить в колонне сторонников латышского легиона ВАФ-НСС 16 марта Депутат правящей партии, латышский политик ливанского происхождения Хасам Абу Мери заявил всеми, что закон о переводе русских школ полностью на государственный латышский Это ликвидация последствий оккупации Он хочет, чтобы все народы Латвии жили под одним флагом – латвийским Вообще-то, протесты против уничтожения русского образования проходят как раз под латвийскими флагами Хотелось бы Хасаму напомнить и о том, что первая русская школа открылась в Риге еще по указу Екатерины Великой почти 230 лет назад Школы национальных меньшин существовали в 20-30-х годах в независимом латвийском государстве Прикрыть русские школы не пыталась и немецкая оккупационная власть Но сегодня ликвидация образования на русском языке, по замыслу его организаторов, должна привести к переформатированию сознания русской общины Латвии Вы знаете, это очень известный среди сектологов прием, когда определенная религиозная организация подменяет язык общения человека То есть определенные термины, слова, они меняют свое значение Скажем, героизм объявляется трусостью или преступлением Дружба объявляется грехом или еще чем-то И так вот постепенно воспитывается совершенно другая модель мышления При котором негативные понятия приобретают позитивный или нейтральный смысл И, соответственно, вместе с тем меняется отношение к этим понятиям То же самое мы видим сейчас Русские, допустим, как название этноса, как название национальности Сейчас, обрастая таким слоем негативных смыслов, намеренно, извне Что со временем русские дети начинают стесняться называть себя русскими И, соответственно, это место не бывает пустым Если они не ассоциируют себя с русскими, они начинают ассоциируют себя с кем-то другим И, соответственно, они уже не будут принадлежать к нашей системе ценностей Принадлежать к нашему культурному менталитету, к культурному слою На каждой массовой акции, организованной штабом защиты русских школ Можно наблюдать одного или нескольких персонажей с плакатом На котором написана цитата якобы Карла Маркса Не знать госязык страны, в которой живешь Может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык Поскольку нациактивист может нарваться на поломку инвентаря Его охраняют несколько полицейских На майке изображен нарукавный шеврон латышского легиона ВАФНСС и надпись Мы скоро придем, Латвия, жди Латвийская полиция и спецслужбы фиксируют массовые мероприятия на видео Нациактивисты копят собственный архив Снимая мероприятия штаба и участников бессмертного полка Защитники русских школ действуют в рамках закона И уверены в своей правоте Соглашатели на помойку! Добавление будет нарастать Это необходимость для того, чтобы гарантировать будущее нашим школам И не только для этого Нужно обеспечить развитие этой страны А не просебание Нужно обеспечить, чтобы люди все оставались, рождались и приезжали сюда А не бежали отсюда Вместе с мамой нашествие была и наша Вика Разве вы все знаете русский язык? Когда ей предложили что-то сказать, стесняться она не стала Я хочу вам сегодня рассказать красивый стих У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над землем И днем и ночью год ученый Все ходит в воздух и кругом Идет направо, и из-за води Налево сказку говорит Там все чудеса, там леший против Эй, хуки, это не прикол Руки прочь от русских школ Руки прочь от русских школ Автор клипа Черный Карлес, мой товарищ Виктор Горобецов Трагически погиб в январе 2007 года Иногда Витя шутил У меня отец украинец, мать латышка А я русский По определению фантаста Седленекса Он, видимо, как раз и был тем самым генетическим отклонением Но свою национальность на более престижную Менять не собирался Шел по бульвару дядя СМ И вдруг услышал перезвон гитар Какой-то старый сэр из СССР Сидел и пел один мотивчик старый Скажите себе не из СССР